красивый кадр привет сегодня 19 мая мы выбрались покататься на лодочке он настоит вот такая вот река сакмара воды много вода мутная но уж очень хотелось не терпелось коряк много берега подмыты поэтому муть еще достаточно еще недели на этом 2 чтобы вода более-менее прозрачная стала вообще клево покатались с кайфом еще будем кататься ну давайте наверное немножко расскажу про свою лодку видео до этого не снимал обзор вкратце сейчас расскажу что у нас есть в общем лодка ривьера 3200 line плюс киль то есть вот так вот это выглядит мотор шармакс 9 и 8 весь комплект я покупал получается уже в позапрошлом году в декабре 22 года ливьин дворе 23 но не суть в общем один сезон откатал сейчас во второй сезон вдвоем рыбачить вообще вполне комфортно места хватает купил вот заказывал сидушку такую сумкой то на очень удобно потому что долгие путешествия чтобы пятые точки не уставал ну и вторую это не комплект отдельно брали еще одна сидушка вот здесь у нас получается бак на носу соединен шлангом это все в комплекте с мотором шло плюс винт еще с мотором был а это докупал винт но тоже сразу комплект набрал запасной ну чтобы был вот там сумка в сумке очень много кстати помещается очень вместительная всякой мелочевка но важную мелочевку что под рукой всегда было вот там у нас рыболовные пробовали сейчас кидать резинки зато не но вообще тишина вот солнышко вышло смотрите как красиво он рамиль ходит в поисках хищники вот в общем то и все лодкой доволен очень вот Вот такое красивое место выбрали для обеда. Песчаная коса прям. Между прочим, кто знает, это Шушминский пляж. Воды еще очень много. Плэйн пляж затоплен. Зато здесь вообще песочка на мыло. Я чуть не помню, чтобы восток здесь был. Супер. Вообще кайф. Оператор мой. Вообще клево. Несу. Нужно было сосиски, в принципе, предобрать, да? Вначале. Какого мы еще не видим. Обед наш. Тебя сам налево. О, поешь. Я под своего. Точно запьем? Да, да. Стол наш импровизированный. Вот здесь вода закипает. Одну уже заварили. Вторая сейчас ждет кипяточка. Потом кофеек поставим. Чудно время проведем. Место офигенное. С песочком. Вообще круто. Ну что? Можно подвести итоги нашей рыбалки. Рыба ноль. Вода мутная. Видимо 19 сегодня мая. Рановато еще для рыбы. Воды много. вот можете посмотреть. Вода очень мутная. Будем возвращаться домой. На местах здесь красивые. Доплыли наверное почти да и река. Интересно. Никогда на лодке здесь не плавали с мотором. Поэтому интересно было посмотреть. Сахмары много поворотов. Два длинных плеса прошли. В общем интересно. Вот и закончились наши покатушки. Было весело, было здорово, было интересно. Но рыбы нет. Рамиль скажи катайтесь с нами, построй свою любовь. Всем пока. ну что это бобр курва я пердолил. Вот и закончился наш воскресный выезд на речку. На лодке покатались здорово. Было весело. Течение сильное. Скорость быстрая. нужно быть хорошим, добрым, чисто справа. Не злым. Любить людей. Вот. Выплывали с Воздвиженского моста, с Воздвиженского моста, поплыли до деревни и рек. Это то есть шишму проплыли, следующий рек, на плесы. Вот. В общем, в целом здорово, здорово. О, собака. Я пердолил. бобр курва, блядь. О, с ошейником. Вот. Ветрено, конечно. Да и не так жарко, как вчера. но не так холодно когда-то, реально. Отличный погожий денек. Чем зимой вообще гораздо теплее. Да, зимой холоднее у нас обычно. А весной потеплее, а летом жарче. Осенью уже, блин, так холодно тоже. Вот. Путин молодец. Путин молодец. Что, выкладывай? Вообще нам нравится у нас жить. У нас река Сакмара, озера имеются. Недалеко река Урал, но Урал мы не очень с Рамелем любим. У нас там не очень получается ловить. То есть непонятна система ловли. Нету какой-то системности именно не хватает. То есть рыба есть при лове всегда, но не хватает четких знаний о водоеме, о местах расположения рыб. В Сакмаре допустим мы все изучили. Сакмаре для нас картина ясная. То есть знаем где жерех, где мелкие щуки знаем, где некрупный окунь знаем. Даже хариус ловили. Хариус ловили отпускали, потому что он краснокнижный. Но мы в основном рыбу вообще отпускаем. Не любим чистить, употреблять пищу. Даже если она померла. Кстати сегодня видели одну сетку в Старицу. Заплыли в одну длинную. Не сетку, а сеть. Сеть стояла. Но мы не стали ее трогать, потому что мы сами сегодня занимались незаконным видом ловли рыбы. Нерестовый запрет у нас сейчас. Спиннинг запрещен. Что для нас вообще является загадкой, правильно? Что почему спиннинг запрещен? Это та же удочка. Больше ты чем на поплавочку не поймаешь. Мы все равно рыбу, большинство кстати спиннингистов рыбу отпускает. То есть это среди спиннингистов catch and release. То есть поймал отпусти, но это вообще за здрасте. что-то норвежское. Вот. И вообще законы надо пересмотреть. Это старые законы советских видимо времен, когда на спиннинг можно было ловить с каждого заброса наверное. Это еще наверное оттуда пошло. Сейчас вот сегодня ни одной поклевки вообще не тычка. Видно как бель играет. То есть плюхи на воде, хвостики видели какие-то движения. Есть рыбьи, хищник молчит. Ни жерек, ни щука, ни голавль, даже окуни никого нет. Мы подумали и решили что у рыбы есть системные настройки по умолчанию. То есть нерест прошел, они дают паузу, то есть не охотятся, не питаются, чтобы малек встал на ноги, окреп и после этого уже начинается в июне долбежка. А сейчас пока у них вот видимо тоже запрет нерестового рыбы. Они тоже прислушиваются с понадобистью. Наверное тоже рыбнадзор их трючат. Вот. Так что у нас все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, будьте всегда в курсе. Мы всегда рядом. Rustem Peace. Kiss my peace.